Несанкционированная свалка коммунальных и биологических отходов, незаконно вырытая траншея на землях сельхозназначения. И все это в одном месте, недалеко от деревни Долгий остров Батаревского района. Об экологической проблеме, которую решают несколько месяцев в нашем материале. С виду маленькая речка, по факту траншея с водой. Преграда для тех, кто решил вывезти сюда мусор. Еще одна, самая первая. Вот такой самодельный шлагбаум с красноречивой надписью. Это сделали местные жители. А вот в апреле все было иначе. Попасть на эту свалку проще простого. Сюда скидывали бытовой мусор и останки животных. И если коммунальные отходы на поле копились десятилетиями, то рога и копыта появились сравнительно недавно. Не может человек из-за четырех копыт, из-за одного хвоста поехать там каждый раз в Сибирск, отвозить. Сдавать это нереально не получается. Поэтому и было в свое время такое принято решение выделить земельный участок. Да, незаконно, но выделили. Первыми на нарушение обратили внимание активисты ОНФ. После подключилась природоохранная прокуратура, ветеринарная служба, Россельхознадзор. Все отходы вывезли, землю перекопали, траншею вырыли. Последнее оказалось незаконным. По данному факту был составлен протокол по статье 8.6, часть 1 КОАП РФ. Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 5 тысяч. Также с целью устранения данного нарушения было выдано предписание. Понимаем, что это было не совсем правильно, не совсем законно. Но мы на сегодняшний день заказали проект, проект на сменную документацию для проведения рекультивации. Этим мы сегодня занимаемся. То есть до конца лета, я думаю, мы эту ошибку исправим. Местные жители рассказывают, мусор на поле выкидывали по привычке от безысходности. Контейнеров нет, вывоз нерегулярный. Сейчас этот вопрос решается. Учердено место расположения схемы, площадок, контейнер-площадок в нашем поселении это 27 штук, деревни Долгий остров 20, а в деревне Чуварские шаги 7. Тоже мы в этом году подали заявку для участия в программе по инициативному бюджетированию. Наши проекты в районе отобрали и отправили в республику. Тоже ждем от них ответа. Пока роль контейнеров выполняют мусорные мешки, которые жители Долгого острова отправляют в недолгий путь. В 10 километрах находится Батревский полигон.